Ассоциацию заседания избиркома в Каире слушали прямо на улицах. Жара плюс 40, но интригу держали. Имя победителя президентской гонки объявили в самом конце. Перелез в пользу кандидата от исламистов 3%. На пересчет голосов и рассмотрение 400 жалоб ушло 4 дополнительных дня. И кресло президента достается доктору наук Мохаммеду Мурси, руководителю политического крыла Ассоциации Братья Мусульмане. Два основных пункта его программы. Победить коррупцию и укрепить основы ислама в государстве. Несколько лет Мурси учился в Соединенных Штатах и там получил степень доктора наук. В Египте же он с середины 80-х был членом запрещенной организации Братья Мусульмане. Но еще в прямом бараке смог пройти в парламент как независимый кандидат. Я хочу стать президентом для всех египтян и буду относиться к каждому с равным уважением. Я намерен защищать права и свободы человека, права женщин и детей, свободу слова. И сражаться против любой дискриминации. После объявления результатов президентских выборов на Тахвир стянулись десятки тысяч сторонников Мохаммеда Мурси. Площадь заполнили практически всю. И подходы к ней прилегающие улицы были забиты людьми. Сторонники теперь уже объявленного президента Египта в Мурси скандирование не прекращали ни на минуту в течение нескольких часов. Накануне в Каир все-таки ввели армейские подразделения. Но военная техника оставалась у правительственных зданий и здесь, у Центра избиркома. Сторонники же генерала Шафика, последнего премьер-министра Примубараки, собирались в 10 километрах от центра. Это было сделано специально, чтобы политические противники после объявления результатов не вступили друг с другом в рукопашную. Группы поддержки генерала Шафика еще некоторое время оставались на улицах. Я сама хоть и религиозный человек, но понимаю, что нам нужно светское государство. Я уважаю и армию, и полицию, и для страны была бы полезнее победа генерала. Высший Совет Вооруженных сил, который и управлял государством последние полтора года, планирует, чтобы победитель вступит в должность президента 30 июня. Однако, по сути, большая часть полномочий останется за армейской элитой. Не президент, а именно военный совет в ближайшее время будет контролировать бюджет. Генералы оставили за собой право писать новую конституцию. Как только она будет готова, вероятно, объявят и о новых выборах президента. Поэтому все последующие месяцы в Египте не смогут избежать противостояния генералов и лидеров исламистов. За спиной Мурси победа в первых демократических выборах и поддержка почти 52% избирателей, у военного совета по-прежнему реальные рычаги управления и жесткие намерения не отступать от принципов светского государства. Владимир Кобяков, Сергей Бутков, Александр Болотников. НТВ. Каев. За итогами президентских выборов в Египте внимательно следили российские туроператоры. Это традиционно одно из наиболее популярных курортных направлений. Ежегодно на пляже Красного моря едут десятки тысяч россиян. И победа на выборах представителей радикальных исламистов может полностью уничтожить туриндустрию в Египте. Были разные заявления, в том числе и братья-мусульмане заявляли, что их не устраивают полуголые туристы, свободная продажа алкоголя, пляжа и так далее. Но, с другой стороны, мусульмане на эти деньги живут. И тогда же еще были опровержения о том, что нет, нет, мы туризм трогать не будем, туристы должны к нам ехать по-прежнему. Но одно дело заявление во время выборной кампании, другое дело, когда уже пришли к власти. Туризм – основной источник пополнения бюджета. И новым властям Египта предстоит хорошо все взвесить, прежде чем вводить на курортах нормы шариата. В последние месяцы, по данным Союза туриндустрии, египетское направление постепенно восстанавливалось. Однако в основном россияне заменили Египет отдыхом в Турции, Болгарии и Греции.